Продолжение следует... 239 тысяч заболевших, 152 тысячи смертей по миру ежегодно. В России более 58% рака яичника выявляются уже запущенными. В первый год погибает каждая пятая пациентка. В настоящее время считается перспективным после выполнения полной циторедукции проводить гипертермическую химиоперфузию брюшной полости на операционном столе. В таких странах, как во Франции, в Нидерландах, проводятся исследования этой методики. Но имеют две проблемы. Во-первых, исследования будут закончены только лишь в 2025-2028 году. А во-вторых, исследования посвящены онкологической стороне данного вопроса. Литература по вопросу переоперационного сопровождения таких пациентов практически отсутствует. Именно такое положение вещей заставило нас поделиться собственным опытом ведения переоперационного периода у такого рода больных. Цель исследования встала перед нами как оптимизация ведения послеоперационного периода у пациентов с раком яичника при выполнении циторедуктивных операций с гипертермической интероперационной и интерабдоминальной химиотерапией. Прежде чем рассказать вам о течении послеоперационного периода, мне хотелось бы сказать несколько слов об анестезиологическом пособии, которое, несомненно, влияет на всё, что происходит после операции. Что касается объёмов операции, то стоит отметить, что они были сопоставимы. Всем пациентам была произведена экстрепация матки с придатками, аминотектомия и субтотальная или тотальная перитонеомоктомия. В большинстве случаев выполнялись резекция прямой кишки, тонкой кишки, резекция мочевого пузыря и мочеточника. Все больные оперированы одной и той же хирургической бригадой. На операционном столе в конце операции выполнялась химиоперфузия. Выполнялась она закрытым способом в течение 90 минут при температуре 40,5-42,5 градуса Цельсия. И с препаратом Цесплатина на аппарате Перформер производства Италия. На данном слайде перед вами представлены критерии отбора. Критерии отбора пациентов в наше исследование. Они же соответствовали критериям отбора на операцию. Анестезиологическое пособие выполнялось нами в виде мультимодальной анестезии на основе низкопоточного наркоза сивофлюраном, грудной эпидуральной анальгезией, нарапином и внутривенным введением фентанила. В анализе интероперационного периода нами были изучены дозы анестезиологических препаратов, длительность операции и анестезии, объем кровопотери, инфузии и диуреза, дней, проведенных в реанимации и в стационаре. Исследование проводилось методом достижения реперных точек. Как вы видите на представленном слайде, дозы препаратов при данных операциях были стандартными и рассчитывались на массу тела пациентки и длительность проведения оперативного пособия. Средний возраст наших пациентов составил 53 года. Время операции 435, а время анестезии 490 минут. Объем кровопотери 700 мл, диурез 2500 мл, реанимационный койко-день 5, а стационарный койко-день 23. Особенностью проведения анестезиологического пособия стала высокообъемная инфузионная терапия в подавляющем большинстве заключающаяся в выведении кристаллоидов. Общеизвестным фактом является то, что стандартная инфузионная интероперационная терапия рассчитывается исходя из суточной жидкостной потребности организма 40-50 мл на килограмм веса в сутки. И базовыми кристаллоидами являются растворы натрия хлорида и рингера. Но при данных видах операции у пациентов используется гипертермия, ведущая, в свою очередь, к увеличению сердечного выброса, снижению системного сосудистого сопротивления, увеличению частоты сердечных сокращений, увеличению приливного СО2, водно-электридные изменения и т.д. Вторым фактором, требующим увеличения объема инфузии, является применение нефротоксичного препарата цисплатина, в инструкции к которому представлены рекомендации по проведению увеличенной инфузионной нагрузки. В данном случае инфузионно-трансфузионная терапия носит еще и детоксикационный характер. Таким образом, объем инфузионно-трансфузионной терапии в нашем исследовании составил 11 литров 160 мл, а качественный состав предстал перед нами следующим образом. Коллоиды 8,52%, свежезамороженная плазма 13,6%, эритроцитарная звесь 3,1%. Кристаллоиды же составили самую большую долю, это 74,6%. После операционном периоде мы придавали значение анализу объема проводимой инфузионно-трансфузионной терапии, диуреза, объема, энтерального кормления, уровень лейкоцитов, мочевины, креатинина, общего белка и альбумина. Антибактериальная терапия, учитывая большой объем оперативного вмешательства, проводился в течение 7 дней цифазолином и метрогилом. При повышении циреактивного белка, прокальцитанина, лейкоцитов, нарастании гипертермии или лейкоцитарного сдвига производилась смена антибиотиков согласно бактериологических посевов. Антиемическая терапия, которая начиналась в интероперационном периоде, была продолжена нами и после операции. Она осуществлялась введением 8 мг эндоситрона в течение еще трех суток после операции. Уровень общего белка и альбумина в нашем исследовании находился на низких значениях в течение длительного времени. Причинами, на наш взгляд, могли быть А – это катаболизм, а Б – это денатурация белков при гипертермии. На наш взгляд, для выяснения причины гипопротеинемии необходимо сравнительное исследование приведенных данных с данными пациентов с выполненной циторедукцией, но без гипертермии. Уровень мочевины в нашем исследовании находился в пределах референтных значений с незначительной тенденцией к увеличению. Увеличение, скорее всего, связано с явлениями катаболизма, которое продолжается дальше после операции. Уровень лейкоцитов демонстрирует динамику, характерную для пациентов после объемных операций, то есть увеличение уровня лейкоцитов на второй-третий день с последующим его снижением. Лейкопения, у нас была лейкопения именно второй степени, возникла только у семи пациентов примерно к десятым суткам исследования. При анализе динамики основных составляющих жидкостного обмена обратило на себя внимание полиурия, развивающаяся к третьим суткам, которая составила 4 литра 350 мл. Стоит отметить, что у семи пациентов это было 7-9 литров мочи, у трех пациентов 11,5 литров мочи и у одной пациентки до 19 литров. На наш взгляд, данному факту есть две возможные причины. Первая – это стадия восстановления при остром почечном повреждении. Вторая – это ответ организма на гиперинфузию интероперационную. С надеждой найти ответ на этот вопрос, мы изучили динамику креатинина, которая все дни была в области референтного значения, но мы были готовы к этому. Те, кто присутствовал на белых ночах в 2019 году, помнят, что мы обсуждали вопрос о том, что по современным литературным данным чувствительность креатинина как маркера острого почечного повреждения в онкологии ограничена в связи с творичным снижением его продукции при раковой кохексии. При возникновении полиурии значимость его вообще сводится к минимуму. Учитывая эти данные, мы решили обратиться к другим маркерам острого почечного повреждения. Как вы можете видеть на этом слайде, в нашем арсенале большое количество таких маркеров, но самыми доступными и чувствительными, на наш взгляд, являются энгал и цистатин С. Из двух маркеров энгал является более чувствительным. Как вы видите на слайде, энгал может повышаться в сыворотке и в моче еще за 48 часов до начала развития острого почечного повреждения. Инструкция гласит, что при остром почечном повреждении повышение маркера, сывороточного маркера должно происходить в 7-16 раз. Но в нашем исследовании достоверное повышение энгала происходило всего в 2-3 десятых раза и на вторые сутки, то есть за сутки до развития полиурии. Интерпретация таких данных затруднительна, но возможно эти данные говорят об остром почечном повреждении на третьи сутки, когда у нас развивалась полиурия. Позвольте представить наши выводы. Первое. Таким образом, оптимальным объемом интероперационной инфузионно-трансфузионной терапии в нашем исследовании был объем составляющий 11 литров 160 мл. А качественный состав распределился следующим образом. Кристаллоиды занимали самую большую долю, это 74,6%, коллоиды 8,52%, свежезамороженная плазма 13,6%, аэроцитарная известь 3,1% к общему объему инфузии. Второе. Причину низкого сывороточного содержания белков может раскрыть сравнительное исследование данной группы пациентов с группой, проведенной с циторедукцией, но без технологии ХАЙПЭК. Третье. Сроки возникновения ликопении не отличаются от таковых при системном обведении цитостатиков. И мы можем сказать, что ликопения наступает на седьмые и десятые сутки. И четвертое. Требуется дальнейшее исследование по поиску более чувствительного маркера или группы маркеров острого почечного повреждения с большей специфичностью при проведении циторедукции с гипертермической интерабдоминальной химиоперфузией. Благодарю за внимание. Буду рад ответить на ваши вопросы. И поскольку у меня осталось еще немножко времени, позвольте поблагодарить организаторов конференцию за возможность принятия участия мне и моей коллеге Карташова Виктория Владимировна. Также огромную благодарность мне хотелось бы вынести всему коллективу отделения реанимации номер 4 областного онкологического диспансера города Иркутска за слаженную и командную работу в проведении этого исследования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова